Всем привет, с вами канал Испытатель ТВ. Сегодня мы проверим несколько опытов с вакуумом, созданным с помощью компрессора от холодильника и камеры из 3-х литровой банки. Многие помнят, как в одном из выпусков Разрушителей Легенд они доказали, что в вакууме можно стрелять. Но нашлись скептики, утверждающие, что в гильзе остался воздух и поэтому выстрел состоялся. В этом видео мы убедимся, что порох может гореть и без воздуха, так как окислитель уже содержится в нём. Также без воздуха горят тосы, термиты и другие составы. Приступим к опыту. То есть в космосе? Именно. И это надо проверить. Чтобы это доказать, Адам и Джейми должны создать филиал космоса здесь. Построить вакуумную камеру просто. Правда, каждая панель тянет килограммов на 15-20. Ещё нужен будет герметик. Подгонка и крепёж должны быть космического качества, чтобы сюда не проникал воздух. Как только Джейми поставит компрессор, стеклянный ящик превратится в вакуумную камеру, откуда будет откачан весь воздух до последней молекулы. Прежде чем сделать выстрел в вакууме, мы выстрелим в вакуумной камере, наполненной воздухом, чтобы потом сопоставить результат. Один. Всё в норме. Товс, сейчас насос откачает воздух полностью. Потом мы спустим курок. Я уверен, выстрел прогремит. Два. Один. Есть. Хороший выстрел. Выстрел в вакууме. Пуля, выпущенная в вакууме, явно ударила сильнее, чем пуля, выпущенная в воздухе. Разница невелика, но тем не менее. Крышку для вакуумной камеры я сделал из заказочной крышки для банок. Просверлил отверстия. Вставил медную трубку и спаял их вместе. А также припаял провод крышки. Это масса. Просверлил ещё одно отверстие и вставил второй провод. Затянул его термоклеем. Провода служат для подачи электричества на нихромовую проволоку. Крайне важно обеспечить герметичность банки, но при этом её не закручивать, чтобы предотвратить возможность взрыва и разлёта осколков. Для этого необходимо плотно прижать крышку, используя уплотнительное кольцо, которое мы сделали. Вырезал уплотняющее кольцо из обычного линолеума по диаметру крышки банки. Из нашей камеры откачиваем воздух. На это потребуется около 20 минут. Чтобы доказать, что в камере минимальное количество воздуха, которое стремится к нулю, давайте попробуем поджечь бумажку с помощью нихромовой проволоки. Огня нет, проходит только пирол из бумаги под воздействием температуры. Итак, настал момент для проведения ключевой проверки определения цели данного видео. Давайте же исследуем, как ведёт себя пороховая мякоть в условиях вакуума. Для этого мы изготовили навеску и поместили её в оболочку из бумаги, чтобы предотвратить просыпание. Поскольку она плотно не закрывается, компрессор может без труда откачивать воздух. В ходе опыта мы выяснили, что порох способен гореть и без доступа воздуха, так как в его составе есть окислитель. Хотя дальнейшее проведение эксперимента в данном случае не является необходимым, мы всё же решили провести ещё несколько опытов, чтобы убедиться в отсутствии случайных факторов. Давайте проведём эксперимент с гранулированным порохом по той же схеме, что и в первом опыте. Результат оказался таким же, как и в первом опыте, за исключением того, что он воспламенился быстрее. Это связано с тем, что гранулированный порох горит быстрее, чем мякоть, поскольку пламя может легко проникать вглубь смеси, что способствует более интенсивному горению. Давайте попробуем провести эксперимент без бумажной оболочки, чтобы избежать возможных претензий о том, что в эксперименте использовался воздух, который скопился в оболочке. Для этого я насыпал мякоть на перчатку, которая всё это время лежала на дне банки. Она выполняла важную функцию – обеспечивала теплоизоляцию, чтобы банка не лопнула от перепада температур. Помимо пороха, давайте проверим ещё бенгардский огонь, как горит на воздухе и сравним его с тем, как он горит в вакуумной установке. Продолжение следует... Для горения пороха в условиях вакуума не требуется кислород воздуха. Вместо этого он использует кислород, выделяющийся при разложении окислителя. Именно для этого важно соблюдать правильные пропорции компонентов, чтобы обеспечить полное загорание смеси. Маленькая реклама самого себя. Предлагаю перейти по ссылке в описании или по QR-коду на экране в мой телеграм-канал. Там много интересного, анонсы, моменты из жизни, ну и в случае чего, чтобы меня не потерять. Продолжение следует...